Для начала мы должны выбрать порт. Давайте выберем порт BMS, который первый, самый, который есть на всех контроллерах, там вторых, первых, третьих, пятых, там и так далее. Сам универсальный порт. Вот он, BMS-карт, на пике третьих, по-моему, написано SerialCart, но неважно, как называется, главное, что это порт номер один. Вот сюда мы будем передавать переменные, которые мы хотим показать где-то на уголенной системе мониторинга. Она может выглядеть как угодно, чья быть угодно и так далее. В идеале, конечно, PlantVisor. Что я для этого должен сделать? Первое, что я должен сделать, это сконфигурировать порт. Для этого мне нужно поставить на него скорость обмена и протокол обмена. Скорость обмена устанавливается с системными переменными, с префиксом COM. Для каждого порта, здесь портов много довольно. В пятом, видите, здесь еще пара портов сверху есть, третьих этих портов нету. Неважно, для всех портов есть пара переменных. COMBODRADE и COMPROTOCOL. Дальше в конце уже суффикс COMBODRADE BMS, COMBODRADE FIELD BASS, COMBODRADE PILAN, COMBODRADE FIELD BASS 2 и так далее. Это, собственно, название этих портов уже. Мы выбрали для себя BMS, первый Ford. Соответственно, мне потребуется COMBODRADE BMS и COMPROTOCOL BMS. Вот эти две переменные конфигурируют мне этот порт. Ну вот. Значит, здесь все очень просто делать. Я должен присвоить значения от 0 до 4 этой переменной. Как узнать, какое значение, что определяет? Очень просто из HELP. Вот. 0 это 1200 бит в секунду, единичка, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200. И, опять же, видите, даже есть пятое значение, 38 400, но это только для мод баса и только начиная с биоса такого-то и только в пика пятых контроллерах. Вот. Поэтому вы можете использовать это более высокую скорость, но не во всем железе. А вот эти скорости работают, естественно, в любом железе. Ну вот. Это раз. Значит. С протоколом. С протоколом тоже, к примеру, такая же ситуация. Мы должны присвоить определенное значение этой переменной. А где взять значение? Вот HELP к системной переменной. Вот единичка это Karel протокол. А двоечка такой протокол для аналогового модема, но это уже экзотика, потому что аналогового модема это скорее уже ископаемое. Дальше. Значит. Тройка. Это мод бас слейв. Ну, мод баса это значит, что устройство будет подчиненным в сети какой-то мастером мод баса. Для ксилюру, да? Ну, для системы опроса он будет подчиненным. Потом, смотрите, у мод баса, вот тут такой хитрый момент, мы потратим на это минут 15-20 на объяснение. Ну, вот. Здесь появится, значит, ну не 15-20, я перебрал, конечно, но какое-то время потратим. У мод баса слейв здесь есть как бы два варианта. Просто мод баса слейв номер три и есть мод баса слейв 30. И то, и другое мод баса слейв. Но, смотрите, тут это продукт скоростного развития, скорее. Но сначала сделали просто троечку мод бас слейв. И у нас было, значит, 127 регистров для целых переменных, 127 для аналоговых и 199 переменных для булевых. И 199 коилов. Ну вот. Дальше. Этого стало не хватать. Этого стало хронически не хватать. Сделали переменную BMS Extension. Это флаг системы. Я им вообще никогда не пользуюсь. Это булевая системная переменная. Если единичку присвоить, то вот это количество этих регистров расширяется, там, по-моему, до 207. Каждого типа. Ну вот. Потом этого опять стало не хватать. Думали-думали, что сделать. И сделали другой мод бас слейв. Назвали его Extended 30. Ну вот. Он уже обеспечивает 5000 регистров для аналоговых переменных, 5000 регистров для интеджеров и 2048 для булевых. Собственно, теперь, наверное, на этом остановится, потому что это уже, наверное, хватит точно. Когда речь пошла о тысячах, точно хватает. Здесь 56 чего? Регистры. Нет, почему? Там может 1000 регистры читать, без проблем. Это в одной телеграмме 256, а под двумя-тремя телеграммами. Ну вот. Соответственно, 33-й протокол, но это, в принципе, то же самое, что 30-й. Просто на втором порте только 33-й, а на первом 30-й и 33-й. Ну, ставьте 30-й, не ошибитесь. Вот. Главная тонкость здесь в чем? Главная тонкость здесь в чем? В том, что у нас с вами в кариловском протоколе, а у нас номера этих переменных будут присваиваться, то есть не стали делать две сетки адресов переменных отдельно для Монбаса и отдельно для Карилова. Сделали оно единым для Карилова. Ну вот. В Кариле три типа переменных, а в Монбасе два типа переменных. То есть, соответственно, в Кариле может быть три первых переменных. Первая булева, первая аналоговая, первый интеджер. В Монбасе только две первых переменных может быть. Булева, то есть койлы, и интеджер, то есть регистр. Нам надо, значит, из трех списков сделать как-то два списка, да, если в случае с Монбас. В случае с Карилом вопрос вообще не стоит. Там максимальное значение 207, 207 каждого типа, и все, это тупик. Ну вот. В случае с Монбасом, видите, тут, во-первых, разное количество регистров в зависимости от выбранного типа протокола, да. А во-вторых, надо сделать из трех списков два списка. Почесали голову, видимо, и решили сделать так. Вот те переменные, которые аналоговые у нас считаются в Кариле, они передаются со своими номерами регистров чистыми. То есть, если мы назначили первые переменные аналоговые, значит, это первый регистр Монбас. Вторая переменная аналоговая, второй регистр Монбас, третий и так далее. Интеджер. Интеджер сделали таким образом. Первый регистр, первый переменный интеджер в Кариловском протоколе становится, ей присваивается номер регистров в модбасе с определенным сдвигом. Если мы выбрали модбас номер 3, то сдвиг будет 128. То есть, получится, что первая, значит, аналоговая переменная будет иметь на стороне Монбаса регистр номер 1, а первый интеджер будет иметь 1 плюс 128, 129 регистр будет писаться. Ну и так далее. С этим сдвигом 128. Если мы выбираем, еще устанавливаем флаг, выбираем третий модбас, ставим флаг BMS Extension, то есть, сдвиг увеличится до 208, то есть, первый аналоговый регистр так и остался первым. А интеджер, он теперь не плюс 128, а плюс 208. Будет 209. Там плюс 50001 получится. Где 5000 регистров уже сдвиг будет 50001. Все. Собственно, об этом есть целая бумага, она, кстати, есть на вашем диске, и там все это расписано. Другое дело, что это не очень сложно запомнить. То есть, аналоговые регистры, они всегда остаются на своих местах. А интеджер, их сдвиг номера регистра зависит от того, какой из модбасов, модбасов, он и в Африке модбас. Какой из подтипов вы тут выбрали внутри как протокол? И получается, на той стороне нам нужно будет на басе эту точку сдвигать? Соответственно, так как она была здесь? Нет, просто на той стороне, когда мы конфигурируем приемник, сервер, мы просто говорим, что у нас будет запятую расставлять. Ну, это там уже второй вопрос вообще. Я имею в виду, чтобы правильно вычитать интеджер отсюда, мы можем говорить, что мы его читаем не первым, а 129, например. Или там 5000 вторым, 5000 третьим. Вот, на самом деле, вот, чтобы правильно поймать. Да. И таблички эти вот, ну, как я это расскажу, ну, тут есть это самое. В общем, где делаются таблички, там уже эти смещения учтены будут? А, который генерит вантул? Да, да, да. Она генерит только для Карелла протокола. Только для Карелла протокола. Для модбаса вы эти таблички правите ручками. Ну... Так, сейчас, момент, мы не дошли. И так, значит, давайте сначала конфигурируем порты. Значит, здесь очень просто и сложно одновременно, да? Знаете, com.baudrate.bms. Проще всего присвоили ей значение, да? Но она в оперативной памяти. Черт. Да? Мы могли бы ее положить туда в маску, в какую-нибудь с параметрами, и сказать, что вот меняй пользователь, как вы хочешь. Но она в оперативной памяти. И после выключения электричества она забудет, что ей присвоили. Поэтому мы берем move. Move там ix, да. Но присвоить константу ей нельзя? Можно константу. Нет, если вы знаете, что у вас будет именно такая скорость в сети, то вы можете присвоить константу. Если вы хотите ее изменять, то вы присваиваете переменную. Ну, давайте я присвою константу, да. Ну, выпускает четверочку. Вообще скорость бывает не приходится менять, потому что бывает слишком много помех в сети, приходится убавлять. Ну вот. Но я не могу сказать, что это просто на каждом шагу встречается, но теоретически мы такой встретиться можно. Но обычно просто подустройство поставят, которое... Да. И компротокол. Здесь, в принципе, идея примерно та же самая. Здесь можно поставить, ну, давайте, например, там, Cariel протокол назначен. Не важно. Если надо будет Modbus поставить стройку. Или сделайте здесь параметр, и из маски его будете менять. Вот. Значит, есть еще одна системная перемена, которая обозначает номер устройства в сети. То есть, как бы, без этого сложно. Но она, она, она сразу, она называется BMS Address. Вот она. Для второго порта BMS называется BMS 2 Address. BMS Extension помните тот флаг, который расширяет до 207 регистров. Так. Она, видите, зеленая. Она сразу в T-памяти. Поэтому ее можно непосредственно в маску сразу куда-то подложить. И назначать ей номер устройства с помощью этой перемены. Ну, давайте вот, скажем, маска с параметрами. Вот так. Где-нибудь так показывается. В принципе, я обычный протокол здесь показываю и туда и сюда. Да. Чтобы все можно было менять. Чтобы все можно было менять. Лонвокс. Кто не услышал о таком, о такой вещь, как Лонвокс? В принципе, Лонвокс у нас шлюз. То есть, чтобы обмениваться с платой Лонвокс, вам нужен протокол Carrel. То есть, по протоколу Carrel контроллер обменит самой платой. А уже платом на своей территории делаете необходимое преобразование. И наружу выдают стандартный Лонвокс. Там уже стандартный чип, нейрон и так далее. Ну вот. Но, в случае, если вы используете Лонвокс, вам нужно использовать еще системную переменную Enable Lonevox Factor. Вот если вы используете Лонвокс, то ей надо присвоить единицу. Если не используете, значит ничего не присваиваете. Вот и все. Ну, Лонвокс, бог его знает, какой он. Я даже не берусь утверждать, как широкое получилось распространение в России. Есть, но не могу остаться. Ну вот. Во всяком случае, вам надо запомнить только одно. Если Лонвокс, то сюда надо присвоить единицу. Каким-нибудь образом. Известным любым. Кан открытого нет. А Кан здесь есть закрытый свой собственный. Только для обмена с адроникой. Да. То есть мы вот этими блоками присвоили и контролили, соответственно? Ну, назначили данную скорость обмена 19. И тип протокола данную скорость кариевский протокол. Для определенного порта. Да. Для определенного порта. Для порта Ковру БМС. Так. Здесь адрес мы поставим прямо из-под... Ну, я оставлю ее здесь, чтобы она висела. Чтобы она вам напоминала. О том, что она тоже может пригодиться. Ну вот. Но она в маске прямо там. Адрес. Адрес устройства. Ну вот. Дальше. Теперь наша задача выбрать переменные, которые мы будем передавать. Значит. Ну, я юзеровский. Ну, там, допустим, давайте передадим пару температур там и уставку. Так. Со-темп там была. Карловские контроллеры мастерами тоже могут быть? Могут быть, но это делать по-другому абсолютно. И это, как бы, не такой уровень этого тренинга. Так. Доходим вкладку Network. Ставим галку. Ну и, в общем, на этом достаточно. Если LoneVox, тогда вписываем сюда имя SMVT. Но если вы не знаете LoneVox, лучше сейчас не забивайте себе голову. Если вы об этом слышали, да и только, вы тогда поймете, что вы должны сюда вписать. Да. И что выбрать вот здесь. Ну вот. Если не знаете LoneVox, пока не забивайте голову себе. Для того, чтобы перемена передавалась в сеть BMS, да, через порт BMS. Вот вам. Вам достаточно эту галку поставить. Индекс перемены присваивается автоматически. Это, собственно, шлюз, да? Это не шлюз. Это мы просто переменную. Назначаем переменную для того, чтобы она передавалась. То есть, она попадает в специальный область памяти, который передается там. А вот это, как бы, сам первый регистр? А вот он. Он автоматически. Номера присваиваются свободной, первый попавшийся. Да-да-да. Но если мы хотим поменять, мы можем поменять. Если мы хотим сделать, чтобы она была не первая, а 22-я, то, ради бога, никаких проблем. Если это аналог, то это будет первый. А если это будет… Если это была бы Integer, да, то… Нет, он будет здесь тоже первый. Но там… Но на стороне Carial он тоже будет первым, потому что в Carial 3 тип переменных в протоколе. А если это будет ModBus, то он будет со соответствующим оффсетом. Ну, в данном случае, если бы мы выбрали третий, да, ModBus, то он был бы с оффсетом 128. Если мы выберем тридцатый, то он будет с оффсетом 5000. В процессе передачи? Нет, нет. В самом алгоритме, в самом стратегии перевести его в эту же аналогу. Ну, а почему нет? И потом просто… Да нет, вы смотрите, вы можете делать как угодно, но только смотрите, если вы… смотрите, если я сейчас… если я сейчас эту переменную сделаю здесь Integer, вот здесь вот, то здесь мне придется ручками поменять на Integer. Ну, в общем, лучше делать так, как вам нужно. Вот так вот. А оффсет – это что такое? Оффсет. Это такая хитрая штука. Это, в принципе, фильтр. Я его вообще никогда не трогаю, но это то значение, это, в принципе, свойственно больше к Карелскому протоколу. Это то, насколько должна измениться это значение, это перемена, чтобы она передалась в сеть. Ну, если, да, часто меняющиеся перемены, которые никакого не принципиального значения не имеют вот это вот изменение, они будут постоянно передаваться и шуметь туда в сеть, сильно там трафик создавать. У нас же это слейф? В Карелском… там, понимаете, Карелский протокол он как-то похитрее устроен. Да, он там как-то похитрее. Там вообще переменные передаются… Почему Карелский протокол быстрее работает, чем Modbus? Потому что перемены там передаются только в том случае, если они изменились. Да, а Modbus постоянно таскает эти массивы по сети. Так, собственно, вот, что у нас там есть еще какая… Ратемп, да, или Рэмп… 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 Так, сейчас вот здесь… Ратемп… Ну, давайте ее назначим. Тоже вот все готово. Ну, и уставка там, да. Видите, она здесь чтение, запись. То есть, можно будет поменять и сети тоже, и отсюда. То есть, она будет не только сеть по ним передаваться, она еще будет и приниматься. Если мы поменяем здесь, там изменятся переменные? Разумеется. Да. Ну, и заодно и та же переменная. Ну, вот, собственно, и все, да, что нам надо для того, чтобы передать переменные в эту сеть. Дальше вы, значит, выбрали себе там 2, 3, 4 сотни этих переменов, поставите галки и, в общем… И если будут какие-то проблемы, то можно по второму опорту передать, да? Ну, в данном случае, я ведь, я не стал отменять, в принципе, могу отменить здесь, сделать known. Но, в данном случае, эта перемена готова для того, чтобы передаваться и в тот, и в другой порт. Другое дело, что я BMS-2 не сконфигурировал. Просто. Сам порт не сконфигурировал. FillBus. В принципе, ее можно FillBus. Но здесь есть одно правило. Я не хотел вам забивать SteamGo. FillBus — это парка была тоже RS-485. Но она немножко отличается программно и физически, чуть-чуток. И правило здесь такое. Вот таких плат в качестве подчиненных, то есть slave-протокол, либо CarlSlave, либо MatBusSlave, может быть, в сети только одна. Вот таких там 207 штук, да? А вот таких вот только одна. Потому что, ну, там у нее есть чисто физические моменты, которые они начинают, если таких плат 2, 3, 4, они начинают сжечь друг друга просто. Тупо. Этого в мануале на Pico 5 написано. Не очевидно. Не очевидно. Получается, как бы, для расширения контроллера, что-то. То есть, опускают. Эта плата, она сделана как мастер. В принципе, вот Carl Master, MatBus Master, вы запускаете лучше на этом парте. Ну вот. А slave лучше на этом. Так же и верхние вот эти вот встроенные, то же самое. Но на BMS может делать мастера, а там увеличения ворот как нет. На BMS порт можно делать мастера, а там нет 2, 3. Но я могу сказать, что жизнь покажет, что устойчивее работает мастер вот именно через этот порт. Но в мануале написано, что и так можно и сянуть. Можно. Мануале много в чем написано. Вы слушайте, что я вам говорю. Вот моя рекомендация такая будет. Она, в общем, в мануале написана такая рекомендация. Порты, в принципе, могут быть перепрограммированы как хочешь. Мастер может перепрограммить слейвом, слейв мастером, все понятно. Но лучше их использовать так, по прямому назначению. Слейв порты как слейв, а мастер как мастера. И все это будет нормально, отлично, точнее, и абсолютно устойчиво работать. Потому что, несмотря на то, что BMS порт, вроде казалось, без последствий может перепрограммировать как мастер, но сталкивались с тем, что когда этот мастер начинает опрошить не одно устройство, а там, скажем, 22, то там уже возникает какие-то странные пропадания этих устройств временами. Ну вот. Пока одно-два, все сладко. Как только их возникает там много, могут возникнуть проблемы. Вот с этим портом такого не происходит почему-то. То есть он в базах полноценный мастер и BMS полноценный устройство. Совершенно верно. Так. Все. Финиш. Ну и, в общем-то, здесь мне, честно говоря, больше даже и нечего сказать. Да. Вот. Все. Мы подключились к BMS. Ну. А. Так. Давайте сделаем так. Давайте сейчас пилан, чтобы понятно было, как с этим просто тоже работать. Ну, смотрите, пилан может быть, как бы, сетью. Это вообще сеть изначально. Вот. Соединяясь с помощью этого порта, да, контроллер между собой. И могут быть подсоединены панельки управления тоже в этом. Вот. Несмотря на то, что панелька может быть подключена к этому порту, она все равно оказывается в этой сети пилан. По-любому. Как самостоятельное устройство. То есть, вообще-то, панелька может работать, как бы, в двух режимах. Она может работать, как это называется, пер-ту-пер, что ли, или как-то так. Пер-ту-пер, да. Она может работать с нулевым адресом и контроллер с нулевым. И вот она будет, как, как продолжением, ну, не продолжением, как копией вот этого дисплея, да. Но. В случае, если вы хотите получить кириллические символы на дисплее, то это работать не будет. Есть место кириллица, появится в каракуле. У сайта интересного встроенного дисплея это не касается. Хоть нулевой адрес у контроллера, хоть первый, хоть двадцать второй, он всегда кириллицу будет корректно отображать. Выносная панель способна кириллицу и графику и вообще восьмистрочный режим обеспечить только в сетевом режиме. То есть, она должна иметь ненулевой адрес, да, какой-то. И контроллер должен иметь другой ненулевой адрес. Сконфигурировали сеть PILAN, все корректно. У вас и кириллица, и графика, и восемь строк, и все замечательно. Ничего не комплектует. Ну вот. А ноль здесь, ноль здесь, только латиница, только четыре строки. А этот экранчик, да, вот эта панелька, она получается в сети PILAN, и она должна знать именно свой контроллер, получается? А там можно сделать по-разному. Сейчас мы к этому немножко дотронемся. Ну вот. Вам задача следующая. Если вы берете контроллер с водоносной панелью, и видите, что у вас место кириллицы, тут корейцы, корейские там всякие символы, турецкие и прочие символы, неправильно. Значит, вероятная причина этому, не вероятная, а практически гарантированная причина, что они у вас обе нулевые. И контроллер, и панелька. Как только вы наладите между ними сеть, у вас, в общем, все будет хорошо. Вот. Теперь, как, значит, в сети PILAN могут быть еще там несколько, парочка других устройств, которые имеют порт PILAN. Это довольно старенькие устройства, но они существуют. Там были драйвера TRV, и с PILAN-овским портом были регуляторы скорости какие-то там и так далее. Ну вот, теперь. Но, в принципе, PILAN может обеспечить нам что еще? Помимо того, подключение панелей к разным контроллерам, мы можем обеспечить обмен данными между этими контроллерами, кстати, на достаточно высокой скорости, там за 70 этих самых туда бит в секунду скорость. В общем, PILAN, он, по большому счету, будучи правильно собранным, он летает буквально. Это сеть, эта сетка, она там, все хорошо с ней. Ну вот. Там, главное, по инструкции выполнить все требования по монтажу, они минимальные. То есть, экранированный проводочек соединить правильно, да, землю подключать тогда только, когда надо подключать, когда не надо подключать ее, не надо подключать, потому что вы пожжете эти порты. Ну вот. Собственно, в инструкции есть все картинки. На PILAN там замечательные картинки нарисованы. Так. Для того, чтобы обеспечить обмен переменными, что надо сделать? Во-первых, надо выбрать эти переменные. Ну, давайте я сделаю так, что уставка будет передаваться из контроллера в контроллер, да. Мы будем уставку менять сразу в двух контроллерах одновременно, например. Мы заходим на вкладку NETWORKS, ставим галку PILAN и, в общем, все. Так. Ну и пускай, допустим, у нас температура какая-то, допустим, SATEM из одного контроллера передается в другой. Мы заходим на вкладку NETWORK, ставим PILAN и на этом, в общем, тоже все. Собственно, все переменные помечаются так, галками. Пометили, значит, PILAN, не пометили, значит, не PILAN. Такой вопрос. А если у меня в двух контроллерах будет та же самая, как THM? Ну, что он будет? Понимаете, как? Все кариловские протоколы, они не работают с именами переменных, они работают с их цифрами. А у этой цифры, ей номер где-то внутри присваивается. Вы понимаете, к кому я обратился? Сейчас увидите. Идентификатор контроллера – это его адрес. Дальше, соответственно, номер переменной. Поэтому там в этой сети никогда не будут двух одинаковых переменных. Они будут по-любому чем-то отличаться. Дальше, значит, это я пометил переменные. Теперь я захожу в специальный редактор. Я могу нажать на эту иконочку «Network Editor». Или могу вот в «Solution Explorer». Вот здесь вот. Network, PILAN, Layout, New Page. Также создаю страничку себе. И открываю эту страничку. Тут вот такая вот простая страничка. Здесь у меня библиотека контроллеров, терминалов и других устройств, которые имеют интерфейс PILAN. Мы сейчас даже их трогать не будем. Нас интересуют контроллеры и терминал. Значит, у нас контроллеры PICO 5. Мы, значит, достаем из широких штанин, как говорится, PICO 5 контроллер. Сюда перетягиваем. Назначаем группа. Но, на самом деле, в этом редакторе мы можем сфигурить не одну сеть PILAN из контроллеров, которые у нас в Solution, а, скажем, несколько сетей. Соответственно, это будет называться группой. Но, в данном случае, у нас одна группа предложена по умолчанию. Если мы хотим второе, мы просто тупо все от двойку вписываем, да, и все. Но мы сделаем одну сеть PILAN. Дальше, значит, адрес устройства. Ну, пускай останется один. Приложение. Но, видите, приложение у нас всего одно в проекте. Поэтому тут выбор небольшой, один. Если было несколько приложений, если несколько было контроллеров, мы могли бы здесь выбрать, какой контроллер будет первый. Окей, вот он у нас в сети. Все. То есть, по сути, мы можем залить одно и то же приложение в разные контроллеры сети? Безусловно. Не надо по каждой своей создавать. Не надо. Если оно у нас одинаковое, зачем это делать? Ну вот, давайте возьмем еще один контроллер. Ну, точно. Пускай он будет второй. Ну, в приложении, к сожалению, другого нет, поэтому такой такой есть. Вот. Теперь, пускай у них одна будет панелька на двоих. Можно сделать как? Каждому по своей панельке и еще одна панелька на двоих. Да? Ну, значит, берем вкладочку терминалы. PHD первый. Вот, пускай панелька будет только для этого контроллера, да? Значит, она будет адрес иметь. Ну, пускай, допустим, она будет адрес 3 иметь. Значит, setup. Значит, мы решили, что она будет только для этого контроллера. Значит, мы выбираем private, приватная. И выбираем контроллер, для которого она будет приватной, да? Первый. Окей. Теперь мы берем еще одну панельку. Пускай будет четвертая. Опять приватная. И только уже для другого контроллера. Окей. Пускай она, допустим, на щите этого контроллера висит. И панелька, которая висит где-то где угодно, третья. Но пускай она будет с адресом, например, 32, да? Так, чтобы отличалась радикально. Она будет shared, общая. Для этого и для этого. Окей. Вот таким вот образом мы можем поступить, да? Теперь. Теперь мы же пометили переменные, мы хотим их передавать и начать. Вот. Надо, соответственно, эту связь наладить. Это таблица, табличка PELAN LINKS. Пока она пустая. Соответственно, мы, значит, выбираем группу. Один. SOURCE UNIT. Это UNIT. Источник. UNIT. Передатчик, да? Пускай будет номер один, например. Переменная в источнике. Запустим, SATEM. Приемник, соответственно, номер два. И переменная в приемнике. Но, в данном случае, у меня там таблица темп, да? Ну, это некорректно, потому что у меня там читается с входа, да? Эта переменная. Это, конечно, не есть хорошо. Мне для этого бы цели лучше другую переменную создать. Но... Ну, сам это test point, да, передавать? Да. Ну, я бог с ним. Нарушу все правила вот так. Test point, это вообще устанно. Ага. Окей. Дальше, видите, одну все соединено. Добавляем еще строку. Снова первая группа, первый контроллер. А, нет, наоборот. Лучше set point был поставить их в одном стоишь, а в другом не имеется. Какая разница? Она вот так и будет. Дальше, устройство, приемник, второй. И тоже test point, да? Замечательно. Имена переменных могут и совпадать. Не обязательно они должны быть одинаковые в обоих контроллерах. Это имена тут очень ровно, что-то по барабану. Главное, чтоб тип переменных совпадал. И integer с, integer в аналоге с аналоговой, булево с булевой. Даже тип памяти не волнует. Из t в x, из vx, t никаких проблем. Если я хочу, чтобы переменная test point передавалась и из этого контроллера в этот тоже, значит я ставлю здесь галку bidirectional. То есть, если я здесь, то она туда переходит. Здесь меня туда переходит. Совершенно верно. Если галку не ставлю, то она, собственно, только из этого будет передаваться в этот. То есть, я, получается, поменял во втором, а она там осталась тоже, как и была? Нет. Вы поменяли во втором, она поменяется только во втором. В первом она знает, как было. А если вы меняете в первом, то она поменяется в обоих. Собственно, вот и все дальше. Компайл. Момент. Ну, смотрите, здесь одно неудобство возникает. Как бы вот эта вот наша расшаренная панелька, она одна на двоих. А как бы быстренько ее переключать между двумя контроллерами. Понятно, мы можем зайти, в этой панельке есть меню, которое подробно описано в мануале контроллера. Там все разложено по полкам. Ну, вот как переключать? Переконфигурируйте эту панельку к контроллеру соответствующему. Мы можем зайти в это меню и переконфигурируйте ее для работы с другим контроллером. Это геморрой. Это много нажимать кнопок надо, прямо скажем. За одно нажатие вы там ничего не сделаете. Надо будет нажать как минимум раз десять. Разные кнопки. Ну вот. Соответственно, мы хотим эту панельку общую, которую шарит, быстренько переключать между контроллерами. Для которых она общая. Значит, мы должны зайти в приложение этого контроллера. Каждого контроллера. Но у нас тут проще, у нас один всего. Ну вот. И сделать здесь что-нибудь. Ну, вариантов есть несколько. Я покажу самый примитивный, простой. Есть переменная системная. Называется PELAN KISWITCH. PLAN KISWITCH она вот так называется. Если этой переменной присвоить код, значение равное коду железной вот этой хардварной клавишей, или одновременного нажатия, скажем, двух клавиш, то при нажатии на эти клавиши, ну, я запустил сейчас делаю для вверх и вниз, то при нажатии на эти клавиши, панелька будет перелистывать вот эти последовательные контролли, для которых она общая. Будет отличаться, допустим, ну да, осущенность всего два, поэтому по одному нажатию будет отличаться к первому, к второму, к второму, к второму, к второму, к второму, к второму, к второму. Ну, значит, маски будут разные. Она же скачает из контроллера. Она вперед из контроллера. Маски живут в контроллере. Она только у средства отображения. Ну, вот сейчас я возьму через Move AX при слове и 135. 135 это код одновременного нажатия кнопки вверх и вниз. Откуда я взял, что он 135? Я вам сейчас скажу, откуда я взял. Но он у нас сейчас и первый, и второй у нас одно и то же приложение. Если у нас было разных контроллеров, несколько штук, то мы такую штуку должны ввести во все контроллеры, да. В принципе, есть другие варианты сделать это переключение. Я для ознакомления, так сказать, с темы, что там еще можно сделать. Рекомендую Help переменной PELAN INFO. У него побитовая структура. Если в каком-нибудь контроллере подсунуть в 14 бит этой переменной единицу, тот контроллер к себе расшаренную панель сам подключает. Вот, например, как вариант. Ну, к примеру, у вас 10 контроллеров, одна панель всего. Сейчас она осталась у вас в первом контроллере подключена. В пятом случилась тревога. Вы об этом даже ничего и не знаете. Там случилась тревога и случилась. А может сделать так, что если у меня случилась тревога, то он в 14 бит PELAN INFO переменной пишет единичку. В 14 или в 13? Сейчас узнаем. Конечно, они все начали туда единички слать. Нет, в 14. Ну, понимаете как? Тот, кто последний послал, тому и будет подключен. Ну, в бытовой тапке, да? Да. Да, в 14 бит. Вот, допустим, по любой тревоге в 14 бит пишете единичку, он к себе подзывает панель сам. Антон, вопрос такой. То есть, соответственно, если у меня только стандартный контроль, и у нас на дисплей, я должен адрес указать и контроллеру, и дисплей. Ну, в общем, да. Разные? Разные адреса? Да. То есть, сети у меня там, допустим, если еще кто-то сидит? Ну, разные, не нулевые. Да. Ну, вообще, знаете, как бы, вообще вот этот вот уже ноль контроллер, ноль дисплей, почти изжил из себя, потому что сейчас у нас практически все кириллицу используют, поэтому, как бы, про это можно забыть. Единственное, почему, когда нужно нулевой адрес на панели, это когда у вас слепой контроллер без встроенной панели, и вам надо на нем, и он третий. В пятом вообще вопрос не стоит, потому что адрес пилановский здесь меняется, здесь кнопочкой можно поменять. Ну вот. А в третьем такой кнопочки нет. И там можно адрес поменять только с помощью клавиатуры, встроенной, допустим, или клавиатуры в выносной панели. Но, чтобы поменять адрес контроллера пилановский, панелька должна на нулевом быть адресе обязательно. И все. Тогда вы можете поменять адрес контроллера. Либо изначально зашить его, да, получается? Изначально зашить его никак нельзя. Нет документированного метода зашить его предварительно. Ну, просто ей переназначить там номер и все. В принципе, вообще, люди, которые… Вот это один из вариантов быстрого переключения расшаренной панели к контроллерам. Это не касается приватной панели. Она у нас жестко приконфигурена к тому контроллеру, которому приконфигурена. Она будет показываться только от него. Ну вот, откуда взял 135? Вот здесь, видите, кнопочки перечислены. Ряд с ними такие цифры таинственные. Собственно, это они и есть. 135 – это up-down. Так, все. Компайл, как говорится. Ну, все эти пилан мы с вами не увидим, потому что у нас нет надлежащего количества контроллеров. Ну, панельку подсоединим наверно. Смотрите, панели может быть достаточно много в сети, но к одному контроллеру логически может быть приконфигурировано до трех. Вообще, три, в принципе, панели к одному контроллю может быть приконфигурировано. Да. То есть, три разные панели могут показывать информацию с этого контроллера. Причем одновременно показывать. Единственное, что когда вы будете где-нибудь нажимать кнопки на всех панелях, будет это меняться, как будто на ней нажимать кнопку. Недостаток PGD того, что она берет маски из контроллера. Они не в ней живут, а в контроллере. Поэтому нельзя, допустим, взять один контроллер, подключить в него две панели и видеть на них разную информацию. А зачем это может быть? Допустим, у вас зональное управление. Допустим, у вас один контроллер на несколько помещений. Спасибо. 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 Спасибо.